За чей счет? В 2016 году телеканал «Нефтеканск-24», который принадлежал тогда еще молодому предпринимателю, бурно обсуждали новость. Цена вопроса без малого – 12 миллионов рублей. Половину решили взыскать застройщиков, еще 6 миллионов – из бюджета города. Кстати, их завод-производитель ждет до сих пор, регулярно судится и выигрывает каждый раз, получая по 200 тысяч неустойки, причем платит ее из того же городского бюджета. Хотя никаких законных оснований для подобных трат не было. Ходить в тюботеки, шляпы, деньги собереть, общак создавать – это, считаю, противозаконно. Вот мое мнение. А машина раздора мирно простаивает в гараже бывшей пожарной части Башсельмаша. Еще во время первых учений выяснилось – наш город для этой автолестницы непригоден. И даже инициатор ее покупки этого отрицать не стал. Покупали технику, чтобы спасать жизни людей, но это маловероятно, поскольку во двор она вряд ли заедет. Деньги на совершенствование технопарка МЧС выделяются из федерального бюджета. Помните, это наши налоги. И стоит ли дополнительно оплачивать странные инициативы местных чиновников? Особенно занятен финал этой истории. Злополучную автолестницу передали в собственность МЧС республики. То есть застройщики и городской бюджет сделали федералам щедрый подарок стоимостью в 12 миллионов рублей. В любой момент ее могут перевести в другой город или регион, где рельеф более приспособлен. И есть специалисты, которые сначала подумают, можно ли ее использовать, прежде чем тратить на это миллионы. А что сейчас изменилось, глава не уточнил. Кто подает такую информацию, что появляется множество вопросов и сомнения, а впоследствии обсуждения в соцсетях и в негатив.